Разведчики Центрального военного округа сегодня приступили к отработке действий в тылу условного противника. Это взлом наиболее важных объектов, вывод из строя коммуникаций, тактика неравного боя и скрытого передвижения в зимних условиях. В разведке боем побывал и наш корреспондент Дмитрий Неметов. Ориентир слева, опушка леса, 500, танк противника. По лесной дороге движется военная техника и пехота. Это условный враг. Несмотря на все меры предосторожности, его местоположение раскрыто. Более того, разведка приготовила ловушку. Осталось всего каких-то несколько секунд и БМП подойдет к заминированному участку. Обычно разведчики в бой не вступают, у них совершенно иное предназначение. Исключительно наблюдение за врагом. Но сейчас выстрелов избежать не удастся. Это как раз тот редкий случай, когда встретились абсолютно равные противники. Разведка наткнулась на разведку. И теперь все решает профессиональная подготовка. Тяжелая техника подбита, пехота нейтрализована, секретные документы найдены и изъяты. Эту операцию можно назвать удачной. Все прошло чисто и без потерь. Обычно войсковая разведка действует не дальше 100 километров от основных сил. Эти солдаты осознанно идут на риск. Если что, на помощь им никто не придет. Они должны быть невидимы и бесшумны. Разведчики отбирают только лучших. Они умеют стрелять из всех видов оружия, знают единоборство, могут выжить в лесу без припасов и укрытия. Это внутри человека. То есть это уже морально-психологические качества человека. А остальное все со временем сделают командиры, дав выучку. Более безопасный вид разведки – радиолокация. Эта боевая машина установлена в специальном окопе. На башне мощная антенна, сканирующая местность на 5 километров. Этому всевидящему глазу ни почем ни дождь, ни снег, ни туман, ни другие более явные помехи – лес и горы. Разведчики должны обнаружить неприятели и составить координаты противника. На этом их работа заканчивается. Далее следует приказ о наступлении и уничтожении врага. Данные технические средства, они очень важны для того, чтобы определить дальность, определить координаты объекта с дальнейшим докладом и применением артиллерии. В подготовке разведчиков есть принцип соревновательности. Отряды постоянно соперничают между собой. Вот любимое испытание – убрать часового, угнать технику. Здесь все, как в фильмах про шпионов. Полевые учения проходят раз в полгода. Здесь армейская элита должна выложиться по полной. На вопрос, не боитесь ли отдать жизнь в бою, здесь каждый ответит – не боюсь. С этими солдатами можно пойти в разведку. Дмитрий Немытов, Юрий Чернышов. Информационная программа «День Екатеринбург».